Можно спрашивать. Чувствовать стали негатив на вещах, на продуктах. Домики маленькие и у нас продукты. Здесь же рядом ночь не спишь. Мы стали освещать дома. И я, и супруга, и мы вместе все это проделываем и дом освещаем. И все, что в доме, и на улице. И как-то вот сейчас много вопросов по этой теме подходят люди. И у нас постоянно эта тема всплывает. И вот по общественным зданиям я стал чувствовать больше негатив, ну как-то отслеживать. И вижу проблему, вот захожу на лабаз, допустим, там куча продуктов привезенных. Тяжесть. Реально такая серьезная тяжесть. И по школе вот я сейчас тоже думаю. Пожары вот эти последние. Может быть, я слишком увлекся этим. Или это нормально. И может быть, тогда, если нормально, то освещать и общественные как-то здания, следить за этим, поглядывать. Или просто. Или кто-то, кто работает там, или кто увидел. Как к этому относиться? Относиться попроще. Все, что вы можете сделать, зависит от вашей силы и энергии. От вашей чистоты. От того, что вы имеете. Вы привлекаете свою, прежде всего, силу. Поэтому все, что здесь в городе есть, оно зависит от тех, кто здесь живет. Только от них. Что-то кратко изменить. Да, возможно, по качеству. Но лишь кратко, потому что к этому опять будут прикасаться те люди, которые здесь и были. И они накладывать будут все те же самые энергии, которыми обладают. Поэтому на самом деле все зависит от самих людей. К чему они прикасаются, как они к этому относятся. Поэтому весь смысл и сводится к тому, чтобы человек очень серьезно приступил к изменению самого себя. А в таком случае сработает то, что всем уже хорошо известно. Спасая себя, ты спасешь мир. То есть, изменяя себя правильно, ты меняешь среду вокруг себя правильно. Так же и все. Подтолкнуть их к чему-то хорошему сложно, если сами эти люди не прикладывают правильных усилий в нужном направлении. Поэтому даже если что-то может находиться с какой-то тяжелой энергией, так условно, оно в разные дома попадет и преобразуется в зависимости от того, кто этим будет владеть. Кто с ними вступит в контакт с этими предметами, начнет общаться на уровне энергоинформационных полей. Чем интереснее поле самого человека, он сам преобразует поле к тому, к чему прикасается. Тем более, употребляя пищу, вы ее благословляете, вы творите дома молитвы в определенное время, чаще или реже. Но это все свершается, и оно неизбежно преобразуется в ваших домах и вокруг вас. Поэтому так особо придавать этому значение нет смысла, потому что если кто-то и проявляет какую-то нерадивость, значит, ему надо найти то, что соответствует этому по цене. Какие-то плоды, связанные с нерадивостью. Ему надо их кушать. Надо ощущать последствия этих плодов, чтобы что-то менять в себе. Поэтому тут так остро можно не реагировать, оно как бы так нужды и не имеет. Ну, а у нас же много и гостей, и если по своему дому я это проделываю, освящаю, молюсь, это же все равно, что освящение. Ты внутри дома у себя творишь молитву, то есть ты ведешь свой праведный образ жизни, этого достаточно. Это уже влияет на тех, кто может находиться рядом, но от того, какие они, с ними эта энергия и останется, пока они ее лично не поменяют. И они этим будут воздействовать на все окружающее. Но ведь люди контактируют не только чтобы, даже не чтобы, а где неизбежно они воздействуют на окружающее, но и окружающее воздействует на них. Поэтому, попадая к вам, гости разные, в зависимости от их каких-то качеств, если у них присутствует какая-то слабина и какая-то наслойка негативная, которую они могли успеть приобрести, или за которую пока еще цепляются, не понимая ее истинных ценностей, то в вашем присутствии, в присутствии тех, кто достойно ведет себя на этой земле и достойно пробует проявить свою праведность, поля этих людей будут воздействовать на эту сложность, на эту сложную структурку, которую принесет такой человек. Она будет помогать ему меняться, она будет по-своему воздействовать, и этот человек будет ощущать что-то, что ему в свою очередь надо будет понять, но он начнет это ощущать. Бывает так, что человек чаще всего в таких условиях начинает ощущать некоторую легкость, то есть ему стало легче, он побывал, побыл и как-то на душе что-то посветлело. Он до конца не понимает, что он просто зафиксировал, что он побывал в определенном месте, ему стало приятно, какое-то просветление наступило в его ощущениях. Это важный момент, но он временный, потому что как только он покинет это место, и его личная энергия начнет преобладать в воздействии на окружающую реальность, то опять у него все восстановится из того, что ему знакомо было до этого. Если он попадает в поле более сильное, это более сильное поле начнет изменять его структуру, начнет это ощущать. То есть этот контакт, он везде постоянно происходит, но говорить в данном случае о том, как бывает, к этому относятся другие в разных религиозных учениях, там освещать какие-то предметы, события, ну это так, оно больше носит такой ритуальный психологический смысл, но по самой сути оно очень маленькую роль играет. Все зависит от самих людей, которые к этому прикасаются, и как они с этим пользуются, к этому отношения свои выражают. Вот от них дальше начинает все зависеть. То есть если у нас что-то сгорело, ну... Сгорело могло быть разной причиной, где не только какая-то нерадивость, но и благодаря чему-то, чтобы что-то потом могло измениться интересным образом. Во благо чего-то. То есть очень многие события, почему не случайно так интерпретируют, как бы, что не происходит, все к лучшему. Значит, какое-то явление, оно могло сыграть какую-то и спасительную роль. Хотя, конечно, оно основано на каких-то ошибках, которые были допущены. Часто это бывают чисто такие ошибки технического характера, и они больше олицетворяют не просто ваше состояние психологическое, там, что вы в напряжении в каком-то, или там позволили себе стрессу проявиться, где-то там поругались на кого-то недостойно, но и показывают ваше принципиальное качество восприятия реальности, где вы просто несете очень много ошибочных суждений, действий, соответственно, этим суждениям проявляемых. И так оно выражается в каких-то дальше деталях, предметах. И происходит какое-то наглядное событие, которое говорит о том, что, ну, надо еще тщательней анализировать все, что вы делаете. То есть более ответственно относиться к каким-то своим действиям, за которые вы беретесь. Повышать свое понимание, повышать свое умение в тех областях, за которые вы берете ответственность. То есть развиваться нужно. То есть активнее развиваться и уметь чувствовать ответственность за то, к чему вы прикасаетесь. Если уж вы прикоснулись к чему-то, чтобы вы были спокойны, что да, вы по максимуму, насколько можно хорошо вы сделали, но вы продолжаете учиться и продолжаете думать об этом явлении. Потому что вдруг впоследствии вам приходят какие-то новые знания, вы вспоминаете, что однажды вы что-то сделали недостаточно хорошо. Если есть возможность вернуться, вернитесь, переделайте, сделайте еще лучше. Вот ваша ответственность. Когда вы все, к чему прикоснулись, вы помните это и по-своему внутри допустимо переживаете. То есть беспокоитесь, не допустили ли вы ошибку, можно ли было сделать лучше. Вот эту меру ответственности учиться поднимать в себе надо. Но это не та упражнение, когда, если можно сказать, что потренировать какие-то группы мышц, то есть определенные упражнения, и делая их, вы эти мышцы тренируете. То в данном случае, говоря об ответственности, это прежде всего подразумевает зрелость человека духовную. Чем более человек зрел внутренне, духовно, тем сильнее он чувствует свою ответственность за все, что рядом с ним находится. Это как неизбежная, это как неизбежная такая особенность, которая уже с этим моментом роста духовного, она присутствует сама по себе, как своеобразное. Таинство. Поэтому тут как бы нельзя просто заострить внимание, будьте ответственны. Оно как будто бы вы и понимаете, да, конечно, надо быть ответственны, но вы не сможете в должной мере переживать это. Ведь ответственность – это определенное переживание, которое заставляет вас беспокоиться о чем-то. Если у вас этой меры нет, она не развита, у вас не будет беспокойства. Вы осознаете, что да, тут надо к этому отнестись ответственно, но не переживаете. И тогда легко пропустите какую-то оплошность в этом случае. И вот этот внутренний рост духовности, он позволяет научиться шире ощущать вот это переживание за все, что вокруг вас происходит. Потому что вы во всем этом участвуете. А того, что вы делаете, так изменяется окружающая реальность. Вы хотите благо, счастья, добра, чтобы все цвело. Тогда вы переживаете о том, а все ли силы вы приложили к этому. Вы беспокоитесь, ага, вот где-то там я что-то не доделал. Вы бежите туда, переделываете, стараетесь делать лучше. То есть вот эта мера ответственности, она у вас начнет открываться с течением времени. Главное – это духовное развитие. Вот на нем нужно сосредоточиться. Остальное – не углубляйтесь в очень сложное суждение. Вы не сможете понять, почему произошло. И порою, самое главное, для чего произошло. Ведь это что же может быть? Для чего-то. И потому что цепочки каких-то событий, они бывают идут таким образом, когда за одной цепочкой следует другая, но она несет какую-то очень серьезную трагедию. И чтобы она не произошла, предыдущая цепочка может претерпеть определенные изменения, как-то порушиться, и ее осмысление приведет к отклонению действий, приводящих к другому развитию событий. И тем самым уходя от очень серьезной какой-то трагедии. То есть это такая сложная комбинация явлений, которые оценить будет крайне сложно человеческому сознанию. Поэтому задача, если произошла какая-то ошибка, там сгорело что-то, проанализировать все то, чтобы в состоянии профессионально оценить, где могла быть допущена ошибка. Вдаваться в то, кто в каком состоянии был, нет смысла, потому что вы ради этого вообще приехали сюда, а не чтобы в период пожара задумываться, что же вы не так делаете. А тогда что же вы делаете все остальное время. То есть этот активный поиск своих ошибок, где вы что не так делаете, это должно происходить каждый день. Но если произошла какая-то такая пожароопасная ситуация, взвесьте вероятные технические ошибки. Но психологически погружаться, как бы так это будет выглядеть очень странно. Потому что если только в этот момент вы проявите рвение, ну это будет очень грустно. Потому что тогда задаешься вопросом, а чего вы до этого времени делали? Вы что, спали? Вам было плевать на все духовные ценности, что ли? И вот сгорело, и вы тут же задумались, начали каяться, начали вспоминать, что вы делали. Здрасте. Так годы проходят, это же мы говорим о событиях, когда каждый день вы должны прилагать соответствующие усилия по изменению самих себя, делать все лучше. Поэтому вот лучше не рассматривать эту параллель, где что-то произошло, и тут же вы активизируетесь, а что же вы не так сделали? Ну, это привязывать к произошедшему будет крайне проблемно. И, как правило, вы не сможете докопаться до сути ошибки. Оно не требует такого подхода. Просто учите жить каждый день достойно. Вот что самое важное. Спасибо, учитель. Находясь в другом городе, без мужа, у меня возникло желание пообщаться с одиноким мужчиной по телефону, чтобы испытать острые ощущения, пощекотать себе нервы от того, что я общаюсь с другим мужчиной, не с мужем. В ходе общения он очень заинтересовал меня своими рассуждениями на тему Последнего Завета. Факт этого общения я скрыла от мужа, понимая, что ему такое не понравится. Правильно ли было с таким мотивом начинать общаться с одиноким мужчиной по телефону? Можно так много здесь не употреблять слово. Тут достаточно было просто вопроса, что когда есть муж, нормально ли следовать какому-то желанию, что-то странное, что-то острое ощутить и попробовать общаться с другим мужчиной в тайне от мужа. Нет, это само действие неправильное. И дальше можно не искать каких-то там доводов, каких-то мотивов, которые с этим связаны. И они в принципе не важны. Действие само неправильное. Мужчина должен, ему нужно доверять. Если он мужем является, ему нужно стараться доверять. А значит, не надо создавать для него соблазна, для каких-то додумываний ложных, которые приведут к негативным последствиям однозначно. То есть, а значит, соответственно, если это действие неправильное, то тогда все то, что является мотивом, внутри каким-то суждением, ощущением, которое к этому подталкивает, это уже внутри надо рассматривать как очаг соблазна, который надо учиться переделывать в себе. В общем, тогда все остальное, что там происходило, получается, все неправильно. Он не должен был произойти такой разговор. Значит, все, что остальное получилось, можно отнести к условно допустимому до момента задания вот этого вопроса. То есть, ты сделала шаг, не понимая до конца правильность своих действий. Если ты сейчас его задаешь вопрос, значит, до этого логически можно судить, и не до конца его понимала. Но все действия, которые делает человек, искренне понимая, что как будто бы это возможно, оно считается правильным для человека. Не важно, какого рода ошибку он допустит. Потому что на этот момент он искренне допускал вероятность такого действия. Он это делает. Его нельзя за это осудить. Осудить можно только тогда, когда он уже знает, что делать не надо, и начал сам себя обманывать, что-то себе доказывать, и перешагивать через ту черту, которая у него уже прорисовалась в его душе, как запретная черта. И он ее перешагивает. Вот тут начинает он себя предавать. Вот это для него становится очень разрушительным. А до этого нет, оно разрушительным не является. Хотя определенное разрушение несет. То есть своеобразное такое выражение. Оно как бы несет негативные последствия определенно, потому что муж может это узнать каким-то образом через кого-то. И оно может очень здорово проявиться негативом. Но в то же время это для твоей души особого какого-то разрушения не несет. Оно основано, это своеобразное благо, на твоем еще не до конца понимании качества этого шага. Поэтому всех людей оправдывает их незнание. И однажды поэтому в Евангелии появился момент, где были обозначены такие слова. Они не ведают, что творят. То есть подразумевающее, что нет смысла их судить. Они все равно не понимают, что делают. То есть с них нельзя спросить это. Это даже и здесь каждого из вас касается. Когда вы что-то делаете, допуская, что, наверное, это возможно, это считается оправданным уже. Если бы было по-другому, люди бы уже давно погибли. Тогда такую ношу они бы не смогли удержать на себе такую меру ответственности. Но ваша психика не включается в должной мере, в активное воздействие в окружающую реальность в силу вашего понимания. То есть чем меньше вы понимаете что-то, тем больше вам позволено делать какие-то грубые действия. И они не включатся в окружающую реальность, они не понесут сильного на нее воздействия. Но это я уже в какой-то мере объяснял вас. Потому что вот эта незрелость, которой вы обладаете, она держит вас чуть-чуть выше. То есть как бы больше на плаву над структурой мироздания. Где чем больше вы можете туда погрузиться, тем сильнее вы начнете влиять на мир материи. А вы как бы немножко на плаву находитесь. И все ваши попытки брыкаться и что-то кидать, и грызть там что-то, кусаться, оно немножко на поверхности находится. Вы не особый вред наносите этой миру материи. Но как только вы начинаете развиваться, вы начинаете следовать законам истины, вы начинаете зреть и глубже проникаете в законы материи. Вы в них встраиваетесь. Но чем сильнее туда встраиваетесь, тем сильнее вы воздействуете на эту реальность. То есть вы как только начинаете осознавать внутри, ощущать какую-то неправильность, это означает, что в этой области вы начали проникать в мир материи глубже. Все. И та ошибка, которую вы допустите, она понесет гораздо более негативный след, чем то, что если бы вы сделали тот же самый шаг, но не прозрев до этого понимания нужного происходящего. Вот так тут несколько более сложно наговорил вам, но думаю, будет понятно. Так что все, что ты сейчас могла рассказать, как бы положительное из того, что ты как будто бы извлеклась из сделанного шага, оно допустимо, оно оправдано. Оно могло быть такое, и оно для тебя и свершилось. Но этого делать больше не надо. То есть если муж против сейчас, то уже не стоит общаться с этим мужчиной? Если мужчина будет против. Если мой муж против? Да, да, да. Ты можешь посоветоваться, хотелось бы там что-то, но расскажи искренне, какой у тебя мотив, что у тебя было желание, и покажи ему доверие, что если он сочтет это неблагоприятным, ты полностью с улыбкой доверишься ему, и не будешь выражать смурное лицо, демонстрировать, что ты недовольный его решением, что тебе от этого грустно, что тебе от этого плохо, что ты ничего этого демонстрировать не будешь. Этого нельзя будет так проявлять. Доверилась и улыбнулась. Итак, покажи ему, что ты готов этому следовать, тому, как он к этому отнесется. У меня часто проявляется такое качество с мужем, как желание скрывать что-то, недоговаривать. Причина — это страх перед его строгостью, с запретами какими-то. Вот какие усилия мне правильно будет предпринимать? Идти на страх, ломать себя, и всё говорить мужу. Страх перед строгостью, но он, как правило, связан с эгоистической особенностью человека, где человек ещё не сумел смириться. И ему очень не хочется, чтобы его ругали, потому что его внутренние значимости, его гордыни наносятся ущерб. Когда его ругают, критикуют, относятся к ним очень строго. И это связано только с этим, прежде всего. Как только вы сможете понять особенности, истинную ценность, скромность и смирение, где вы уже изначально принимаете свою малость, относитесь к ней положительно. В том смысле, не когда говорите, я такой маленький, мне так хорошо, я так ничего не умею, мне так здорово. Нет. А когда вы понимаете, что вы маленький, вы ничего не умеете, вы вполне, возможно, что наполнены одними ошибками, но вы пришли в мир учиться. Вы пришли в мир, чтобы это всё изменить в себе. И вы, значит, готовы учиться, готовы слушать всю критику, которая будет к вам обрушена. Как бы вас ни ругали, вас нельзя будет опустить ниже той планки, самой низкой, которую вы сами займёте, добровольно. Но если вы себя приподняли, то вам будет больно. Тот момент болен, когда кто-то с вашей планки, которую вы заняли самостоятельно, кто-то попытается сбросить или показать, что вы этому не соответствуете. Вам будет неприятно это ощущать. Но как только узнаете, что такое скромность и смирение, вы перестаньте вообще реагировать на такую критику. Просто реагировать перестаньте. Ну, шумит кто-то, и всё. Вас может покоробить, только громкий крик, ну, может быть, барабанная перепонка как-то неуютно себя чувствует. Но не суть того, что изрыгает тот человек. Не какую-то критику или ругань в вашу сторону. Поэтому займите скромное положение. Вы только победите. И само развитие, о котором я уже много лет говорю, нормальное духовное развитие у человека начинается именно с этой точки. С вашего понимания своей малости. Нормального понимания. Ведь вы пришли не просто демонстрировать какие-то свои умения, вести народа за собой, что-то показать, какой вы умный, как здорово вы можете помочь всему человечеству. Вы не для этого пришли на Землю. То есть ещё пока до этих времён далековато, чтобы так приходить. Вы пришли менять себя. Вы попадаете в те условия, которые должны подчеркнуть вам ваши слабости. Они очень чётко выстроены. Они все предусмотрены. И как только вы двинулись по жизненному пути, вы начнёте встречать всё то, что поможет. Именно вам должно помочь. Именно вам подчеркнёт те нюансы, на которые прежде всего надо обратить внимание. То есть вам даже не надо думать о том, с чего начнёт духовное развитие. Начните общаться с окружающими и посмотрите, где вы начинаете напрягаться в общении с ними. Всё. Элементарно. Дальше начинайте думать, почему вы испугались, почему вы напряглись, что смутило вас. И вы легко впоследствии, когда начнёте учиться грамотно рассуждать, начнёте понимать свои слабости. Всё. Они как раз и случаются каждый день у вас. Какое-то давление происходит на какую-то болевую точку, но она срабатывает именно у вас. Другой в этих обстоятельствах уже так не отреагирует. А тот, кто вообще перестал на это реагировать, у него вообще не возникают эти обстоятельства. Просто могут в жизни уже не встречаться. Он может с удивлением послушать, как это у кого-то это возникло. А он даже и не встречал этого. Так а ему нет смысла их встречать. Ему не на что тут надавить. Болезненных точек у него нет в этой области. Так что занимайте вот эту область и не бойтесь. Учитесь доверять тому, что происходит. Оно не случайно. Муж строгий? Пускай строгий. Хочет поругаться? Да пускай ругается на здоровье. Именно на здоровье. Не ругайте его в ответ каким-нибудь бранным словом. И это будет наиболее благоприятно с вашей стороны. Пусть посмотрит, что он ругается, ругается, пытается как-то над вами возвыситься. А вы скромно это принимаете. И вам даже как-то настроение даже не портится совсем. Ну, где-то даже ему и неинтересно может стать. Он может почувствовать, что какая-то ерунда происходит. Что он как дебил выглядит рядом. Орет, орет. У вас нормальное настроение. Он сам начнет чувствовать себя не в своей тарелке. А вот когда кто-то ругается, критикует и видит, что на вас действует, вы пугаетесь, вы прячетесь, вы закрываетесь, вы начинаете нервничать, вы начинаете агрессивно проявлять себя в ответ. Человек не почувствует свою вот эту нехорошую сторону. Он даже, у него не будет какого-то соблазна или причина задуматься о том, почему он себя так ведет. Он будет чувствовать себя как будто бы все нормально идет. Потому что эта связка, критика и защита и попытка оправдаться, она как бы такая гармоничная по-своему. Вот научитесь не отвечать с защитой такой. Не пытайтесь оправдываться. Критикует, ну что ж, действительно, наверное, что-то не так сделали, пробуйте понять. Поблагодарите за критику, если вас поругали. Попробуйте понять ее. Ну, если увидели что-то интересное, взяли на вооружение, не увидели, ну, продолжайте делать так, как делали до этого. Следует своему пониманию правильности. Искренне следует этому пониманию. Все тогда нормально, но не пугайтесь. Вот самое главное вам научиться надо не пугаться того, что происходит в контакте с ближним. Во время общения, прежде всего. Я не говорю сейчас каких-то экстремальных, агрессивных проявлений, а вот в общении не надо ничему бояться. Позвольте человеку выражаться так, как он умеет. Это тоже для него уроки, ему важно понять, что он делает. И вы, следя за собой, ведя себя правильно, вы поможете и ему понять свои какие-то стороны. Поэтому постарайтесь не напрягаться, примите это все и даже сумейте внутри улыбнуться. По-доброму. Не ехидно, а по-доброму. Ну, надо вам получить. Ну, получили на орехе, так, что-то заслужили где-то, ага, что-то, видимо, подправить еще нужно. То есть, вы концентрируетесь на своих собственных каких-то вероятных ошибках. И это вам помогать должно на самом деле. Вот и как помощь эту примите. Вы очень сильно в этом случае выиграете, многое поменяете в окружающем, даже не пытаясь менять окружающее сознательно. Но вы начнете его менять это окружение своими такими действиями внутреннеправленными. Так что перестань бояться, все нормально. Особенно муж, он же рядом не сбежал от тебя, ну, ну, как мужчине он склонен как-то пробовать доказывать какую-то значимость, он же что-то должен представлять из себя. Если в жизни не получается, ну, рядом же жена есть, перед которой должно получиться хоть что-то. она как экземпляр такой благоприятный, поорачен, там, стухнет, по кулакам по столу, там, как-то так грозно сдвинуть брови, ну, замечательно, а ты видишь, какой он у тебя замечательный, такой, ну, мужчина настоящий, вот он, в нем огонь горит, он порой не контролирует себя, нормально для мужчины, а ты контролируешь, ты течешь, обтекаешь водой, принимаешь и мирно, мягко, скромно улыбаешься, не атакуй в ответ, вот уберите агрессию свою, у вас очень она работалась, за века, я понимаю, что многие ситуации, они были не в пользу и не в помощь женщине в этом мире, в мире мужском, где царствуют пока звериные условия, значит, выживает сильнейший, это уже не к женщине больше относится, поэтому это невольно, мир мужской выстроился со всей системой жизнеустройства, он больше, то есть, носит характер мужского образа, и в пользу женщины мало что произошло в этом случае, но это по-своему тоже не случайно, оно будет демонстрировать вам те места, которые у вас могут быть очень большой слабостью, мужчины начнут этим пользоваться, но в то же время будут показывать вам, где вы слабы по-настоящему, и что надо будет изменить в себе, потому что вы друг другу должны помочь, мужчины должны помочь вам стать женщинами, а вы должны помочь мужчинам стать мужчинами, значит, каждому надо научиться что-то в себе грамотно менять, и поэтому мужчины нормальными станут, когда женщины будут нормальными, в то же время женщины станут нормальными, когда мужчины станут нормальными, то есть, это все взаимосвязано, а почему взаимосвязано и для чего она взаимосвязано чтобы вы прежде понимая эту истину не торопились менять других если мужчина должен стать благодаря женщине не смотрите на него на его действия смотрите на свои действия помогаете им стать мужчиной чем правильнее свое сделайте тем интереснее он поменяется в свою очередь он начнет воздействовать интересно на вас но это взаимодействие но относится к законам гармонии и так как вы постепенно втягиваетесь в мир материи все глубже какие-то последствия ваших действий они сказываются все сильнее этого в принципе избежать нельзя то есть как бы вы не находились несколько оторвано от мира материи о чем я уже этот образ вам недавно упоминал все таки с течением времени путем всевозможных вариантов когда вы вам позволяется быть на земле вновь и вновь вы потихонечку втягиваетесь в этот мир а значит ваши желания становятся все более явственными то есть более активными и реакция на не более будет масштабней и все что вы желаете на самом деле играет роль на что вы концентрируетесь играет роль она начинает менять это пространство и если мир и человек сохраняет себе агрессию вы сейчас видите результаты как все подходит в последней черте активно лавинообразно потому что никто с собой не меняет не пытайся поменять всем хочется менять окружающих агрессии внутри немерено вам же у вас есть возможность это все начать менять вы с этого начинаете поэтому будьте внимательны к тому что вы делаете будьте более ответственны к тому что вы делаете эффект будет сильный позволите себе срываться позволите каким-то глупостям быть помните эффект будет сильный очень больного обратно ударит это закон гармонии это не наказание бога это естественный нормальный обычный примитивный закон гармонии то есть вы сами себя ударите еще вопрос последний правильно ли правильно ли мне брать деньги заработанные мужем трату которых он просит согласовывать с ним если я хочу сделать кому-то хороший подарок или помочь если муж просит согласовывать с ним вот это это единственный ключевой момент значит надо только согласовывать с ним часто он отказывает в таких случаях а мне так хочется помочь например вот видишь очень хочется конечно это понятно но если он так говорит и он за это ответственным прежде всего ты зависишь от него значит все что тебя не получится сделать связи с этим как бы тебе не хотелось ты за это отвечать ответственность не несешь это его ответственность поэтому согласовывай с ним и вот главное в этих условиях как бы тебе не показалось по мой порою что он несправедлив не осуди его это все те же школьные задачи ты находишься в ситуации где перед тобой ставится определенной границы которые правильно стараться следовать и вот в этом случае духовное развитие подразумевает что вы эти границы не осуждаете учитесь не осуждать потому что когда вы начинаете входить в границы ваше собственное эго ваша значимость она попробует критиковать границы однозначно это особенность эгоистическая а раз вы попытаетесь это критиковать у вас появится соблазн осудить поругать выразить негодование все а это уже пошел прогресс в сторону ненависти злобы несдержанности и дальше начинаются войны развал крушение гибель трагедии держите себя в норме внутри себя ставят границы ваша задача прежде конечно понять насколько допустимо уважать эти границы не слишком ли они ну как бы таковы какими не являются на самом деле чем то как их преподносят и вот и сейчас задаешь вопрос у меня есть возможность подсказать эти границы выдерживай значит твоя задача теперь уже присмотреть за собой и не позволить себе ни в коем случае поругаться на эти поставленные границы если что-то тебе не будет получаться сделать связи с этим значит на тебе эта ответственность вовсе не лежит из тебя это вовсе не спрашивается все нормально потому что просто оказать кому-то помощь что-то подарив это не но не является явлением однозначно положительным не является порою подарок может убить человека легко он может привести его к событиям которые приведут к трагедиям но вы не знаете этого и не должны знать поэтому вас немножко упрощается схема воздействия на окружающую реальность вот эти границы которые вы пробуйте понять насколько они уместны если уместны вы стараетесь держаться если не уместны мы оговорим вероятность как выходить за какие-то границы что в данном случае допустимо все просто учитесь жить это как тот же момент когда я вам говорил о долге когда нельзя в долг давать вы если имеете возможность дать помощь сделайте и забудьте о ней но если вы дали помощь предполагая что вам должны вернуть это неправильно и тот кто взял неправильно потому что он берет то чего сам не имеет и с помощью того чего не имеет как будто бы по основе он пытается с помощью этой искусственной помощи воздействовать на окружающую реальность он что-то приобретает он какой-то заводит действия но она не связана с его личными умениями и возможностями то есть она ему не должно было дастся но он втянул себя туда потому что кто-то ему пообещал и занял эти возможности это соблазн к свету не имеет никакого отношения и вы легко втягиваетесь в события которые как правило однозначно для вас будут неприятными с большими ошибками а порой и серьезной трагедией но вы сами туда входите то есть вы начинаете действия которые на самом деле вы не должны были начать делать то есть ваши личные возможности должны прежде всего проявляться они заемные возможности у кого-то а тут надо быть внимательным это интересно очень важное правило но к нему надо отнестись с особой серьезностью и очень тщательно смотреть на происходящие моменты допустим и когда уберете чье-то но когда у вас это есть и вы говорите да я сейчас не могу сразу отдать потому что вот она лежит но она не здесь мне сейчас нужно что-то потратить его вам чек дает как бы так это не в долг потому что она уже у вас есть и вы это возвращаете со временем это у вас эти возможности есть но когда вы опираетесь на то чего у вас нету это уже накладка ведь все события строится из расчета ваших возможностей то есть заранее вы рождаетесь и в гармонии предусматривается явление опираясь на качество которыми вы начинаете обладать входя в этот мир а тут вы начинаете брать заемные возможности то есть вы открываете череду событий превосходящие ваши возможности и ведущие вас туда куда вы не должны были попасть но вы туда потом попадаете и все меняется и дальше заканчивается как всегда что можно сказать хотели как лучше и как всегда получилось все хватит разговорил сейчас наговорю опять стрелькороба вроде хорошо и в то же время что-то уже не хочется этого торопитесь делать то что уже наговорилась за это время что в основном все что мне приходится говорить это уже вам должно быть известно может быть какой-то нюанс новый может появиться но как правило все должно быть известно правда объем уже очень большой оказался ваша родилась не родилась она будет все решать это вам решать ваша жизнь ваша судьба сбо ваших детей вы будете определять все тут уже не заставишь ничего сделать сама жизнь будет корректировать и подсказывать вам но все что нужно вы уже имеете все что нужно поэтому если как-то у вас всего еще не как что-то не клеится из простого элементарного ну насчет где-то не внимательно оказались прикоснувшись какой-то истине забыли и и или вообще еще не уделили время ознакомиться с ней это больше в эту сторону будет относиться ну ладно желаю вам счастья успеха в праведном труде творите строите свою судьбу достойно и спасайте мир уж неизбежно в этом участвуете до встречи субтитры предоставил субтитры Продолжение следует...